это время не только чистки печени которую мы начали феврале с началом восточного года но также сейчас снег стаял кое-где он тает и это время активности паразитов которые в некоторых случаях доставляют нам весьма и весьма серьезные неприятности со здоровьем поэтому сегодня мы поговорим о том стоит ли нам чиститься от паразитов потому что в интернете столько много различных видов очищения и в основном в основном все используют вот такую вот мою книгу по ней шпарят дают видео свои и все норовят как-то несколько упростить проблему я же хочу капитально подойти к этой теме и начнем мы с вами с вопроса чистится или не чистится а именно с диагностики наличия паразитов естественно диагностику определяют по разным параметрам это в первую очередь исследуют кал мочу мокроты даже исследуют такие ткани организма как кровь лимфатические узлы биопсию их а также биопсию мышц делают мы с вами поговорим о том как можно самому определить зараженность паразитами по внешнему виду человека по ненормальным признакам работы его организма в начале по внешнему виду это касается и мужчин и женщин и пожилых и детей значит что на коже разные угри, прыщи, сиборея, грубость кожных покров, веснушки, различные пятна, ранние морщины на лице, ранняя плешивость, попеломы на шее, под мышками и в иных местах трещины на пятках, отслоение и ломкость ногти вот по этим признакам можно определить что желудочно-кишечный тракт человека заражен паразитами что это могут быть за паразиты? это могут быть простые или кошачьи лямбли, трихомонады или другие простейшие а скорее их букет простейшая инфекция выводит из строя саморегуляцию и иммунную защиту организма проявляется инфекция также частыми ОРЗ, ангинами, хроническими танзелитами воспалениями придаточных пазух носа, синуситами, папиломами, а также храпом во сне теперь конкретно поговорим о признаках поражения у женщин это бели, воспаление яичников, болезненные месячные с кровотечениями, упадок сил, нарушение сроков менструального цикла он сдвигается, нерегулярный затем последовательно развивается фиброма, миома, фиброзно-кистоматозная мастопатия воспаление надпочечников, мочевого пузыря и почек признаки наличия паразитов у мужчин простатит, импотенция и далее аденома цистит, песок и камни в почках, в мочевом пузыре от инфекции может быть нарушена психика в третьем поколении поколение, идущее на смену инфицированным родителям умирает на 10-15 лет раньше а теперь поговорим о наиболее ярких признаках паразитарной инфекции запоры глисты, благодаря своей форме и большим размерам могут механически закрывать некоторые протоки просветки шок обильная глистовая инфекция может закрыть общие желчные и кишечные протоки что приводит к редким и затруднительным испражнениям понос ряд паразитов, особенно протозойные производят гормоподобные вещества, ведущие к потере натрия и хлоридов что в свою очередь приводит к частым водянистым испражнениям таким образом, понос при паразитической инфекции является функцией паразита а не попыткой организма избавиться от присутствующей в нем инфекции или ненормального питания разницу улавливаете газы и вздутия ряд паразитов проживает в верхней тонкой кишке где вызванное ими воспаление приводит к вздутию и газам проблема может усугубляться при употреблении трудноперевариваемых продуктов типа фасоли или сырых фруктов и овощей постоянное вздутие брюшных органов часто является признаком присутствия тайных паразитов эти гастрокишечные симптомы могут проявляться с переменной силой в течение долгих месяцев и даже лет если не выгнать паразитов из организма гастрокишечный синдром паразиты могут раздражать и вызывать воспаление стенок кишечника что ведет к целому ряду гастрокишечных симптомов и незначительному усвоению жизненно необходимых питательных веществ а также жира такое малое усвоение питательных веществ ведет к твердому калу и избытку жира в каловых массах боли в суставах и мышцах известно что паразиты могут перемещаться по организму человека с целью оседания в наиболее удобных для их жизни местах например в суставной жидкости и в мышцах когда это происходит человек испытывает боли которые часто считают следствием артрита боли и воспаление суставов и мышц является также результатом травмирования тканей причиненного некоторыми паразитами либо иммунной реакцией организма на их присутствие аллергии паразиты могут раздражать а иногда даже и пробивать оболочку кишок что повышает риск проникновения в них крупных непереваренных молекул это может активизировать иммунный отклик организма в виде производства особых защитных клеток так называемых эосинофилов эосинофилы могут способствовать воспалению тканей организма что приводит к аллергическим реакциям паразиты вызывают также повышенное производство организма иммунноглобулина Е проблемная кожа кишечные паразиты могут вызывать крапивницу сыпи экзему и другие кожные реакции аллергического характера язвы кожи опухоли и болячки папиллому и дерматиты могут быть результатом присутствия простейших микроорганизмов анемия некоторые виды кишечных листов присасываются к слизистой оболочке кишок и высасывают питательные вещества у хозяина находясь в организме в большом количестве они могут вызывать достаточно большую потерю крови что приводит к недостатку железа анемии анемию вызывают трихомонада и другие микропаразиты которые питаются клетками крови трихомонада может питаться сперматозоидами что вызывает у мужчин импотенцию заглатывает она их подобно красным кровяным тельцам гранулемы гранулемы это опухолеобразные массы обволакивающие разрушенные яйца паразитов чаще всего они образуются на стенках толстой и прямой кишки но могут образоваться также в легких в печени, брюшной, полости и матке нервозность отходы обмена веществ и токсические вещества паразитов могут раздражать центральную нервную систему беспокойство и нервозность часто является результатом систематического заражения паразитами многие люди утверждают что по окончанию процесса очищения они стали гораздо уравновешеннее и терпимее нарушение сна частое пробуждение среди ночи особенно между двумя и тремя часами также могут являться результатом попытки организма избавиться от токсических веществ через печень биретмологически эти часы ночи управляются печенью нарушение сна могут быть спровоцированы также ночным выходом некоторых паразитов через задний проход что приводит к неприятным болезненным ощущениям и зуду одна из причин геморроя развитие паразитов остриц под слизистой оболочкой прямой кишки скрежетание зубами бруксизм ненормальное скрежетание зубами сжатие зубов и трение ими часто сопровождает паразитические инфекции эти симптомы особенно заметны у спящих детей бруксизм может быть откликом нервной системы на инородный раздражитель хроническая усталость симптомы хронической усталости включают в себя слабость жалобы на гриппоподобные симптомы апатию депрессию потерю концентрации внимания и плохую память эти физические умственные и эмоциональные симптомы могут быть вызваны паразитами которые создают анемию интоксикацию недостаток питательных веществ в организме из-за плохого усасывания белков углеводов жиров и особенно витаминов А и В12 иммунные нарушения паразиты ослабляют иммунную систему понижают выделение иммуноглобулина А их присутствие постоянно стимулирует реакцию иммунной системы и со временем может ослабить этот жизненно важный иммунный механизм открывая путь проникновения в организм бактериальных и вирусных инфекций в число ярких признаков присутствия паразита в организме могут входить также следующие нарушения увеличение веса чрезмерный голод потеря веса плохой привкус во рту и запах изо рта астма диабет эпилепсия прыщи мигрени и даже самые частые причины смерти сердечных заболеваний и рак например профессор Хильда Кларк в своей книге лекарства от всех раков утверждает что многие раковые заболевания вызваны паразитом фациолопсис букси она утверждает что если пациента избавит от этих паразитов то и опухоли тоже исчезнут онкология как нам стало теперь известно разнообразные виды онкологических заболеваний это дело рук всевозможных паразитов от грибков трихомонад до глистов в целом важно понять следующее если вы заболели чистите организм избавляйтесь от паразитов далее пересмотрите измените образ жизни иначе заболеете вновь вам понравилось будьте добры позвоните в колокольчик и поставьте лайк подпишитесь и подпишитесь